Важно, вы хотите что-то сделать не конкретно достопримечательности, может, полоска, может, что-то вы так переосмысливаете, какие-то другие образы? Вот это правильное видение, да, потому что современное искусство, оно немножко по-другому устроено, оно не копирует то, что как бы видит вокруг себя, а переосмысливает и уже выходит на образный уровень, да, и здесь, наверное, ну просто созерцательность такая, да, уходит на второй или на третий план, то есть уже именно творческие какие-то замыслы, и это, наверное, и интересней, и значимей будет для, в дальнейшем, на будущем. А можно тогда задать вопрос, какие чувства у вас полосок вызывает, какие образы? Ну, образы такого умиротворения, ну, такого гармонического спокойствия, такого равновесия. Может, вам не хватает движения? Ну, после Минска не то, что не хватает, его как бы не нужно здесь, оно было бы здесь лишнее. А как творческое место вообще для творческих людей, там, искусство, полосок может быть какое-то место? Ну, вот именно вот такого, знаете, как отдохнуть от стресса, отдохнуть от этого ритма сегодняшнего времени, вот приехать сюда, допустим, на месяц и окунуться в это неспешное течение Двины. Ну, достаточно, как бы, так, спокойное, умиротворяющее такое состояние, это было бы и неплохо было бы, и хорошо. Вот конкретно, конкретно полоску, будет ли находить отражение в ваших работах, или это будут вот сугубо такие вот образные? Ну, вы увидите на выставке, но я думаю, что любое эмоциональное переживание в той или иной степени отражается на творчестве художника, да, а тем более мы приехали в такое, ну, пропитанное историей место и богатое на всякие вот именно эмоционально-энергетические вот уже составляющие. Поэтому, безусловно, это будет отражено. Вот даже если мы, как бы, изначально и не думали про это, да, то влияние на лицо. Хорошо. А я вижу, вы смотрите трески. Наверное, у вас как-то и будет что-то с этим связано, с Пасским храмом. Ну, да, но они, как бы, не конкретные, но тоже. Какие-то образы, да? Переосмысливаю, делаю вот на тему, на тему ликов. Вот опять же, это не копия, это, скорее всего, авторская интерпретация. Уже более современное, как бы, видение. А что у вас в Спасском храме больше всего? Может, из фресок, может, что-то так запомнилось, впечатлило? Ну, конкретно там, ну, сложно сказать, какая конкретно фреска. Ну, общее состояние. Во-первых, порадовало, что так трепетно сохраняют, реставрируют. Ну, уникальный такой памятник. Естественно, он сохранился. Приятно, что это в Беларуси. И достойное ему обрамление сейчас создается. Я в последний раз видел еще с фресками 19 века это было. И только там, по-моему, пару было оголенных мест, которые уже 12 век фрески оголили, на поверхности забили. Но сейчас это просто захватывает дух. То есть это мирового уровня памятника архитектуры и монументального искусства. И нам действительно есть чем гордиться. Вот это вот, как бы, переполняло меня, в частности, это вот ощущение, чувство. Ну, и фрески там действительно изумительные по своей красоте и по живописности. Это не заурядная, как бы, не заурядная вещь. Спасибо. Все. Я думала, что...